Здравствуйте, меня зовут Тарасенко Ольга Николаевна, я педагог-психолог Дворца Творчества. Хочу вам предложить набор игр, где могут быть использованы только наши ладошки. Ладошки Наши и Наших Детей. Эти игры подойдут для дошкольников, вам будет интересно вместе заниматься и, конечно, такие игры направлены на развитие мелкомоторики. Я думаю, многие из вас знают о пользе развития мелкомоторики, потому что она влияет на такие процессы, как внимание, память, мышление, речь. И, думаю, вы знаете очень много пальчиковых игр, но сегодня мы уделим внимание именно нашим ладошкам. Самая известная игра с хлопками в ладоши – это «Летел лебедь». В этой игре участвуют два человека, но я вам предлагаю разнообразить эту игру и выучить еще два четверостишья. Итак, вытягиваем ладошки. Одна ладошка внутри, одна ладошка снаружи. И хлопаем друг друга, на каждое слово произносят такие слова. И на кого ход попал, на чью ладошку, называет определенное число, например, пять. И дальше продолжаем хлопать и считать. Один, два, три, четыре. И на пять моя задача, потому что на мою ладошку попал ход, хлопнуть по ладошке моего второго игрока. А задача второго игрока – вовремя убрать ладошку, успеть. Пять. Почти успела. Еще одно четверостишье. Теперь начну я. Называем опять какое-либо число. Три. Один, два, приготовились три. Победил мой второй игрок, успел ладошку забрать. Все мы знаем такую игру массаж наших ладошек, как сорока, ворона, кашу варила, деток кормила и так далее. А есть еще одна интересная аналогичная игра. Ребенок кладет правую ладошку на левую ладошку взрослого. И взрослый гладит пальчики сверху вниз, вот так вот по каждому пальчику и приговаривает. Ласточка, ласточка, ласточка. А если взрослый скажет вместо ласточка перепелочка, то ребенку надо быть внимательным и забрать свою ладошку с ладони взрослого. Давайте попробуем. Ласточка, ласточка, перепелочка. Успела, молодец. Давай еще раз. Ласточка, ласточка, ласточка. Нет, проиграла, я еще не сказала перепелочка. Так можно играть с одной ладошкой и с другой. В эту игру можно играть вдвоем, втроем, вчетвером. Развивает и память, и внимание, ну и, конечно, моторику. Давайте попробуем построить из наших ладоней пирамиду. Но в определенной последовательности. Например, задаем ладонь, ладонь, кулак. И в такой последовательности, не ошибаясь, нужно выстроить как можно выше нашу пирамиду из ладошек. По очереди. Итак, ладонь, ладонь, кулак. Ладонь, теперь снизу достаем. Ладонь, кулак. И ускоряемся. Ладонь, ладонь, кулак. Ладонь, ладонь. Не ошибаемся, не ошибаемся. Давайте еще раз. Если ошибаемся, начинаем с самого начала. Ладонь, ладонь, кулак. Такую последовательность можно изменять Ладонь, ладонь, кулак, кулак Или ладонь, кулак, ладонь, кулак Для ребят, которые уже знакомы с числами, с цифрами Будет интересна вот такая игра Обводим на клетчатом листе свою ладонь Участвуют два игрока Следующее, что нам нужно сделать По клеточкам, максимально приближенно к контуру ладони Вот так вот сделать нашу руку максимально геометрической Обводим тоже каждый палец Чтобы целые клеточки оставались пустыми И у нас получается два таких рисунка Две ладошки двух игроков И каждый в своей ладошке пишет числа от одного И как вы определите? Если ребенок хорошо уже считает, например, до ста То можно от одного до ста написать разного размера Вот такие цифры Если считает только до десяти и узнает только до десяти Можно остановиться на десяти После этого вы меняетесь рисунками После того, как вы написали все числа на своем рисунке Мы меняемся рисунками Мне достается рисунок второго игрока И он мне задает Найди, пожалуйста, цифру один Я ищу цифру один Как только я ее нашла, обвожу и говорю Стоп! А в этот момент второй игрок на своем рисунке Зачеркивает вот так вот каждую клеточку Можно точечки ставить Можно просто по диагонали зачеркивать Главное, чтобы было понятно Сколько клеток он успел заполнить за то время Пока я искала ту цифру, которую он мне загадал И чем дольше игрок ищет загаданное число Тем больше клеточек заполнит его соперник Наша задача вот в чем Загадать и нарисовать так число Чтобы его было посложнее найти И быстрее заполнять свои клетки А задача второго игрока Быть внимательным И быстрее найти загаданное число На руке своего соперника Забавная и полезная игра Для вашего ребенка Используем только его пальчики И разноцветные краски Есть специальные пальчиковые краски Но можно использовать любые другие Задача ребенка Оставить отпечатки своих пальчиков На листе бумаги Ну а взрослый потом уже как волшебник Превратит эти отпечатки В разных животных Давайте посмотрим, как это может быть Опускаем указательный пальчик в палитру И прижимаем к листочку И еще один такой же пальчик Раз, два Такой двойной отпечаток у нас получился Используем правую и левую руку Вот тоже еще раз Указательным Вот так вот Можно большой пальчик Опустить в палитру И вот так оставить Один отпечаток Еще один отпечаток И также большой пальчик Левой руки Раз, отпечаток Два Можем их посчитать Один, два, три, четыре, пять, шесть А теперь давайте найдем зеленый пальчик И сделаем из него лягушонка Глазик, глазик Лапка, лапка Лапка, лапка Получился из нашего отпечатка лягушонок А давайте возьмем такой синий красивый отпечаток И попробуем сделать из него кошечку Два ушка Носик Глазки Усики Получился котенок А возьмем вот такой отпечаток Где два пальчика у нас вместе И сделаем зайчика Тоже носик Вот такой пушистый хвостик Усики и глазки Получился зайчик? А вот такой красивый желтый отпечаток Из него мы можем сделать льва Вот так вот Закрутить вот такую гриву И глазки Носик И получился такой львенок Ну а кого мы можем сделать еще из желтого отпечатка? Цыпленка Глазик Клювик Лапки Вот так вот И крылышко И крылышко Получился вот такой замечательный у нас цыпленок Ну и не забудем про черепашку Из оставшегося отпечатка Голова Лапка, 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 лапка И такой маленький хвостик И вот так отпечатки пальчиков наших детей Могут превратиться в забавные рисунки знакомых всем животных Игры с нашими ладошками могут быть очень разнообразными Интересными и, конечно, полезными Выбирайте игру по душе для себя и вашего ребенка Делитесь этими играми со своими родными, близкими и друзьями Пусть у вас все будет хорошо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok